Всем привет! NHL.COM.RU в традиционном обзоре подводит итоги двух матчей и плей-офф, прошедших в среду. Монреаль забил три гола в первом периоде, что стало решающим заделом для победы в стартовой игре серии. Отдыхавший 8 дней Виннипек не смог быстро войти в игру, чем канадиенс, закончившие 7-матчевую серию с Торонто только в понедельник, воспользовались по полной. Первые 20 минут за Монреаль забивали Есперик от Каниеми, Эрик Стал и Ник Сузуки. Особенно красиво удалось отличиться Сузуки, который явно знаком с творчеством Павла Дацука. Виннипек смог ответить на это только одним голом Адама Лаури в меньшинстве. Во втором периоде голов забито не было, хотя канадиенс имели ощутимое преимущество. На 10-й минуте третьего периода Виннипеку удалось отыграть один гол, когда отличился защитник Дерек Форбор. Однако, менее чем через две минуты Брэндон Галлахер реализовал лишнего, сыграв на добивании после броска Ши Уэббера и сделал счет 4-2. За 102 секунды до конца основного времени Кайл Коннор броском в касание снова сократил отставание хозяев до минимума, но уже через 45 секунд Джейк Эванс поразил пустые ворота, установив окончательный счет. Однако концовка встречи была омрачена травмой Эванса, которому в среду исполнилось 25 лет. Он завез шайбу в пустые ворота и одновременно с этим форвард Виннипега Марк Шайфли снес соперника силовым приемом. Эванс долгое время оставался на льду, после чего его унесли на носилках, а Шайфли получил пятиминутный и матч штраф. Колорадо во второй раз подряд обыграл Вегас и сделал серьезную заявку на выход в полуфинал Кубка Стэнли. Победа далась Эвеландж ой как непросто. Хотя первые 20 минут напоминали первый матч серии, который Лавины выиграли со счетом 7-1. В первом периоде Колорадо имел огромное преимущество и на первый перерыв ушел при счете 2-1. На голы Брэндона Саада и Тайсона Джоста Голден Найтс ответили шайбой Алика Мартинеса. Однако следующие 40 минут стали бенефисом вратаря Эвеландж Филиппа Грубауэра, который не только совершал невероятные спасения, но и заговорил штанги своих ворот, которые Вегас обстучал со всех сторон. Грубауэр стал первой звездой матча, сделав 39 сейвов. Во втором периоде он пропустил шайбу от Райли Смита, но именно после нарушения Смита в овертайме Колорадо вырвал победу. Мик Карантанин точно бросил верхний угол и не оставил шансов вернувшемуся в ворота Голден Найтс Марку Андреа Флери. Теперь серия переезжает в Лас-Вегас, где скучно наверняка тоже не будет. Подробные обзоры и анализ матчей читайте на NHL.com.ru. Спасибо, что были с нами. Я Сергей Демидов. Увидимся!